Всем большой привет, и сегодня мы разбираем новую коллекцию Colourpop в коллаборации Swinx. Данная коллекция получилась очень милой и уютной, и фанаты точно оценят, потому что она пропитана вайбом первых сезонов, которые, на мой взгляд, наверное, получились самыми лучшими. Очень порадовало оформление, оно выполнено в очень приятной цветовой гамме. Коллекция получилась небольшой и неоднозначной, потому что многие заметили, что данный бренд просто штампует новой коллекции, все они выглядят однообразно. И многие заметили, что она напоминает им палетку Гарри Поттера, а именно там был один такой темно-синий оттенок, и его стали сравнивать, конечно, с оттенком из палетки Wings. Но я так присмотрелась, вроде бы ничего там такого и нет, потому что все равно оттенки отличаются немножко по цвету, но это всего лишь, конечно, предположение. В коллекцию вошли палетка теней на 15 оттенков, ультрасияющие блески для губ, хайлайтер в стиках, глиттер для тела и кристаллы для макияжа. Палетка теней состоит из 15 очень таких приятных пастельных оттенков, из 9 сияющих и 6 матовых. Очень радует, что в названиях и оттенках есть прямая отсылка каждой феи, это прям очень классно. Конкретно отсылки к феям это планеты, откуда они родом. Конечно, не у всех фей так получилось, потому что некоторых они просто проигнорили, и есть нелогичность. Потому что если вы переграционист, вы сразу заметите, что там реально есть кое-что нелогичное, но об этом позже. Так, например, рефил, который имеет прямую отсылку к флоре, даже имеет рисунок цветочков. Ну, это само собой, разумеется, да? И называется он Линфея. И рядом с ним рефил домино, Родина Блум. Чтобы вы понимали, это просто шиммерный оттенок, который даже без какого-то рисунка. Если мы обратимся к рефилу с Текной, это планета Зенит, откуда она родом, там мы видим уже рисунки и блестящий оттенок. И если посмотреть дальше по оттенкам, такие как Солярия, Андрес, там рисуночки, да? Причем у Стелла все так логично, желтый оттенок, звезда. У Лейлы, я так понимаю, это капли Морфикса, ее силы. Тоже зеленый, в принципе, с Лейлой это можно ассоциировать. А вот что касается оттенка домино, мне что-то вообще не катит. Но при этом некоторые другие оттенки они делают с этим рисуночком, сердечком. Называют его Огонь Дракона, как я понимаю, Пламя Дракона. И он матовый. Почему все такие оттенки нельзя было сделать матовыми и с рисунками, а уже оттенки, которые... Название превращений, сил. Почему их все они сделают шиммерные, а вот именно такую прямую отсылку сделать с девчонками именно вот матовой. Причем для Музы не нашлось. Видимо, ее планета, и у нее оттенок даже, знаете, не имеет какой-то отсылки к ее родине или что-то такое. Он просто называется звук и мелодия. И спасибо, что вы сделали Музу красный, потому что это единственный, наверное, цвет, который ассоциировался. С Музой все время у нее красные оттенки. И, в принципе, данная девушка всегда ассоциировалась с красным оттенком. Ну, ладно, окей, хорошо. Мы не будем к этому придираться. И, да, спойлер, я уже заказала эту палетку, и она едет ко мне. Поэтому, возможно, в феврале я уже запишу на нее обзор. Теперь блески. В коллекции вышли шесть блесков для каждой феечки. И здесь такие уже более логичные цвета, подходящие для каждой феи. Они очень такие красивые, сочные, блестящие. Но на губах, мне кажется, будут смотреться полупрозрачно. Также вышел шиммер для тела. Он имеет такие крупные блески, что не позволит нам, конечно, нанести их на глаза, но для тела почему нет. Очень тоже симпатичный. И называется он, девочки, Enchantix. Enchantix. Это такая прямая отсылка к пыльце феи и, конечно, к третьему сезону. Вышло три кремовых хайлайтера в стике с Видимометрикс. Это очень круто. Мне прям нравится, что они сделали именно с ними, эти хайлайтеры. Но упаковка данных хайлайтеров мне совсем не зашла. Какая-то розовая, что попало, мне не понравилось. Ну и, конечно, каждый хайлайтер это одна ведьмочка. Это Айси, Дарси, Сторми. И вот Сторми меня больше всего порадовала. У нее прям такой фиолетовый оттенок. Очень классный, подходящий ей. И причем это единственный оттенок, который мне понравился из хайлайтеров. Потому что Айси белый. Ну тоже логично, лед, снег. Мне казалось, что они выпустят вот прям Айси такой голубенький, какой-то необычный хайлайтер. Чтобы их коллекции были такими разнообразными, необычными, похожими друг на друга. Но все равно они выпускают вот Айси белую, а Дарси вообще какую-то зеленовато-желтую, что-то такое. Мне совершенно не понравилось Дарси. Я не понимаю здесь отсылок вообще никакой к ней. Но, возможно, они пытались изобразить таким образом гипноз, что-то такое. Но мне не зашло. Сторми, да, меня порадовала только она. Ну и в завершение коллекции скажу, что вышли еще кристаллы. Это просто наклейки для завершения образа. Это, по сути, просто самые обычные стразы, которые уже идут с липким слоем. Ну вот такая вот коллекция вышла. Как вам? Я уже заказала себе палетку. Буду ее ждать. И надеюсь, что она в скорое время не придет. И мы с вами на нее посмотрим поближе все эти оттенки. Может быть, поругаем или похвалим палетку. Ну а на этом все. Пишите в комментариях, что вам понравилось из этой коллекции, что вы хотели бы купить для себя. И увидимся, как всегда, в следующем видео.